Еще со школьного возраста Инне трудно давались уроки. Усидчивости и памяти не было, а стихи за нее сдавала мама. В общем, училась Инна посредственно. После школы Инна практически сразу пошла работать. Она увидела в себе дар творить и стала парикмахером-стилистом. Тем более здесь она могла себя реализовать сразу на практике, без всякой теории и учебы. Но 4 года назад, когда Инна стала посещать церковь, она поняла, что проблема, преследующая ее с детства, никуда не ушла, а с годами только усугубилась. Отсутствие памяти, рассеянность, сужение сосудов головного мозга, частые потери сознания в любом месте и в любое время, расплывчивая видимость реального мира, стали настораживать ее. Конкретного диагноза врачи поставить не могли. Предположительно говорили, что это вегетососудистая дистония, воспаление головного мозга, начальная стадия атеросклероза. В течение года Инна лечилась, на это были затрачены немалые деньги. А в ее сердце была вера, что лекарственные препараты ей помогут. В это время Инна уже посещала церковь Эммануил. И спустя год ей показалось, что болезнь оставила ее. Но через время она увидела, что все возобновилось с теми же симптомами. Год лечения ничего не дал. Последнюю свою надежду Инна положила на Бога. И в этот момент у нее в сердце появилась стопроцентная уверенность, что Бог ее исцелит. Она так и сказала, в аптеку и в больницу я больше не ногой. И в один прекрасный день, летом 2011 года, когда здесь в церкви проходило служение исцеления и освобождения, во время молитвы она увидела, будто открылся духовный мир. Также она увидела, будто ее череп открылся. И оттуда появилась голова большой, огромной змеи, как бы зависнув над ней. Я проснулась утром с реальным ощущением, что без пастырей мне с ним не справиться, без духовных лидеров, наставников. Я набрала Наташу Мирсаидову, которая за меня в этот вечер молилась. Рассказала ей об этой ситуации, это видение, которое я видела, про этого змея. Я попросила ее о встрече. Наташа отнеслась к этому очень серьезно, потому что она понимала, о чем я говорю, духовные вещи и к чему они могут привести. После звонка сестры я приняла решение, что несмотря на вечер, нужно принять сестру. И мы начали молиться вечером дома. Мы начали молиться обе на иных языках. Молитва все ускорялась громче, мы с ней молились. Мы с ней просто слились в один голос, в одно целое. Мы с ней слились. И просто мне начало плохо становиться. У меня колени подкашивались, я просто упала на пол. Я уже реально видела его, и я уже целенаправленно была настроена давить его. И вот в духе Наташа прочувствовала, что это дух обиды. Вся серьезность ситуации заключалась в том, что в принципе ни я, ни она не знала, в чем проблема. Оставалось уповать на Господа. Но так как настойчивость сестры Инны не дала мне возможности даже отступить на шаг, я благодарю Бога за это. И она когда пришла, мы стали молиться. И в молитве Согласия мы услышали, что причина в обиде и непрощении. И просто Бог проговорил через мои уста, чтобы она от этого отреклась. И после того, как она отреклась, она потеряла сознание и упала. Упала и на невидимом уровне, но мне ничего было, на видимом уровне ничего не было видно. Но на самом деле, как озвучила она потом в свидетельстве своем, что то, что ее мучило в голове, этот змей огромного размера, он просто вышел из головы в этот момент. И физически она испытала легкость и облегчение во всем теле. Чтобы закрепить освобождение, нужно поехать к ним пообщаться. Я поехала. Тетя моя, конечно, ее охватила дрожь, потому что она знала, что она делала. Она никогда не могла подумать, и я тоже, что мы когда-то увидимся. И я просто как сейчас духовный человек, я понимаю, что такое обида вообще, и что она причинила в моей жизни. Вообще я их простила. Благодаря этому я знаю, что такое прощение. Но благодаря вот этим сужениям я поняла, что этот корень этот был бы до сих пор. И он бы мешал бы, и он был бы заслонкой в отношениях с людьми, в бизнесе. На следующий день я пришла на работу уже с освобождением. Я заметила, что у меня улучшилось зрение, четче цвета стали. У меня улучшилась память. Сейчас я могу вести, одним словом, полноценный образ жизни. Я вообще благодарна, что я попала в эту церковь, что здесь есть живой Бог, что здесь проводятся такие служения, что здесь помазаны сильные служители, что они являются Иисусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова